Приветствую вас, вам. Я, конечно, сочувствую. Очень сочувствую вашей ситуации, сочувствую тому, как все получилось и произошло. Мне кажется, первое, на что нужно обратить внимание, то, что вам сейчас очень больно, мне кажется, что эта боль вас переполняет. И мне видится, что в первую очередь вам нужно это больше выразить, вам нужно кому-то поплакаться, вам нужно кому-то все это высказать, вылить, сводиться от этого немножко. Дальше. По вашему тексту я бы обратил внимание на несколько, на мой взгляд, важных элементов. Первый, это характер ваших отношений. Как будто бы вы, с одной стороны, не желая полностью признать свое желание, свою потребность, свое стремление, сделать отношения более официальными, да, с одной стороны. Как будто вы не желаете признать, не желая признать свое стремление сделать ваши отношения более официальными. Вы преподносите их как отношения более свободные. Ну, то есть отношения без обязательства, по сути. А дальше, когда вы описываете, что мы друг для друга, там, мы чувствуем обязательства, там и так далее, вы говорите про вас обоих. Но вы не можете говорить про вас обоих, вы можете говорить только про себя. Вы не можете говорить про других людей. Вы можете говорить только про себя. Что вы что-то чувствуете, вы что-то, чего-то хотите и так далее. Здесь есть некая проблема с личными границами, отделением себя от другого человека. Дальше. Когда возникла ситуация, в которой вы описываете, и когда мужчина начал себя вести так, как он себя вел, не знакомый, который вам деньги дал на операцию, а именно вот мужчина. У меня есть ощущение, что вы проигнорировали свою реакцию на его поведение. Вы об этом не пишете, но у меня есть ощущение, что вы свою реакцию на это проигнорировали. А он, со своей стороны, вел себя как обычный партнер в обычных отношениях без обязательств. Вот. Дальше. В отношениях вы изначально, получается, вступали для того, чтобы из этого что-то получилось. И отношения для вас, получается, изначально были чем-то вроде инвестиций. Вы вкладывали в них, вы вкладывали в него, надеясь что-то для себя получить. Не могу сказать, что мне эта позиция близка, я все же придерживаюсь немножко другого. Но, если вы выбрали такую модель отношений, супер. Прекрасно. Только при таком подходе несколько выбивается из общего ряда. Первое, что у вас отношения на стиль и характер свободных, не афишируемых. И второе, что вы не проявляли такое ощущение, не продвигали свои интересы. То есть, не дали мужчине, условно говоря, понять, не дали мужчине понять, что то, что вы делаете, не просто так. Ну, грубо говоря, грубо говоря, не просто так, грубо говоря. Понимаю это. Что я имею в виду? Вы не дали ему понять? Не знаю. Может быть, вы, ну, как-то рассчитывали на то, что он догадается сам. Не догадался. Мужчины вообще редко догадываются сам для чего-то. Понимаете? Дальше. Следующий момент. Вы говорите. Раньше для меня всё делало. Я вас понимаю, ну, то есть, я могу понять, могу понять, что он для вас всё делало. А всё просто происходило потом. Почему с этими мужчинами, которые для вас всё делали, вы не остались в отношениях? Мне кажется, это важно. А, дальше. 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 Вы выбираете жалеть мужчин. Ну, то есть, он говорит, что там, жена там не баловала меня, там, значит, подарками, там, не манистами, темно, вы стали его задарывать. Ведь это откровенное задарывание. Но одно дело, если вы задарывали его просто так, потому что вам этого хотелось. Это одно дело. И вот совсем другое дело, когда вы задарывали его для того, чтобы показать ему, я лучше, надеюсь. Вот, по сравнению с ней, я лучше, понимаете, какая штука. И вот здесь, пожалуй, здесь, пожалуй, важна ваша активность. То есть, понимание вами своей активности. Понимание вами того, какую цель вы преследуете, проявляя ту или иную активность. По отношению к мужчинам. Понимаете, да? То есть, это вот такой достаточно важный, как мне кажется, момент, на который вам нужно обратиться. свое внимание. Чтобы не было у вас такого опыта, что когда вы делаете что-то для человека, вот, оказывается, он вам по вашему мнению что-то должен. А он сам об этом, о том, что он вам что-то должен. может быть, может быть, даже не сказал. Может быть, даже не сказал. Или сказали, но сказали так, что не понял. Это тоже очень важный момент, как мне видится, как мне кажется. Понимаете, да? Я надеюсь. О чем идет речь. О чем идет речь. На этом вам нужно заострить свое внимание. Вот, ага, то, что я могу вам сказать. И для начала я бы, наверное, разобрался бы с этими аспектами. С теми. Дальше уже можно было бы вам прийти к какому-то пониманию, к какому-то решению того, по поводу того, что делать дальше. Ну, просто потому что, поскольку вам не сказать, как вам лучше поступать, мы не знаем, это ваша жизнь, вам дышать, я думаю, справедливо. Вот, поэтому я могу понять, что вы, как бы, ну, вы в какой-то степени перекладываете на нас ответственность, потому что, вероятно, оказались вы, ну, в ситуации для себя непривычные, в ситуации для себя не знакомы, и вам, ну, может быть, не очень понятно, вот как, как устишься давать. Я вас здесь понимаю. Но идея заключается, моя идея заключается в том, что задача, наша задача как психологов, пожалуй, именно в том, чтобы помочь вам найти себя в этой ситуации, и, возможно, в будущих ситуациях тоже, понимаете? Мне видится так, что за счет недоговоренностей, за счет ожиданий, скорее всего, ожиданий, ну, таких вот, завышенных несколько, скорее всего, из-за этого у вас и у мужчины просто появились разные представления об отношениях. То есть у него было ощущение и представление, что у вас одни отношения с одной степенью ответственностью и одним уровнем вовлеченности в них, а у вас другие представления с другой степенью ответственности и другим уровнем вовлеченности. Вот, в принципе, и вся история. Вот, в принципе, и вся хитрость. Больше, как мне кажется, никакой хитрости здесь нет. Это, конечно, не отменяет того факта, что вам больно, это не отменяет того факта, что у вас это задело. Вот. Вот вы говорите, что, что, значит, обида такая. Вот с обидой я бы поработал. Обида вообще, это, это, это больше про волос, больше про невыраженные, повторюсь, личные границы, это вот больше все про вот это, все это больше про это. Вот, но повторюсь, момент, как мне кажется в том, да, чтобы вы для себя это, ну, запомнили. То есть, чтобы, момент в том, чтобы вы это, чтобы вы это не, ну, не спустили на тормозах, вот, сейчас. Вот, момент в том, чтобы вы не позволили ситуации просто вот взять и закончиться. Чтобы, 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 чтобы мужчина понял, чтобы мужчина понял, что, так, с вами, с вами нельзя. Да. Что вы, что вы сами знали, что с вами так нельзя. Потому что у меня есть, ну, у меня как бы есть подозрение, что вы сами, ну, в этом немного сомневаетесь, как будто, что вот с вами так нельзя. Вы не знаете, как будто бы, как вы довести в эту ситуацию. Понимаете, да? Вот. Поэтому, как бы, на этом, мне кажется, нужно обратить ваше внимание. В первую очередь, а дальше уже вы сами решите для себя, как вам, как вам действовать, что вам делать и так далее. Вот. Мне видится история, примерно, такой. Так, эм, значит. И вот, эээ, я считаю что вы должны знать. Эээ, это моё эго, что он поехал без меня ни одно, в данном случае, не важно. Я говорю, эго, с вами, вам так, не знаю, по ощущениям это чистить, это главное. Первый раз со мной такое, не знаю, как с ним разговаривать. Эээ, понимаете, здесь очень важный момент. Вы хотите с ним разговаривать или вы считаете, что нужно с ним разговаривать? У меня есть ощущение, что раз как будто бы кто-то принуждает это делать. Я могу быть не прав, но, по моим ощущениям, выглядит, выглядит это так. Разговаривать с ним не нужно никак, если вы, если вы не хотите. Если вы не хотите, разговаривать не надо. Если хотите, ну, как бы не вопрос, если хотите, то можно поговорить, в принципе. О чем поговорить? Да, относительно, ну, я думаю, в какой-то степени это очевидно. Расскажайте мне о своих сынах. Скажайте, как вас, как вам, не знаю, неприятно, как вас задело вот эта ситуация, которая произошла. Вот. Как бы, ну, секретно, на мой взгляд. На мой взгляд. Эээ, вот. Ну, ну, по крайней мере. Если вы, конечно, ну, ну, если вы на этом, эээ, если вы на этом за, эээ, нацелены, если вы на этом, эээ, как бы, как бы, ээээ, на это ориентированы. Так, как строить диалог, эээ, так, или сейчас лучше поговорить. Да, понимаете, эээ, вам не нужно пытаться найти, эээ, какой-то, какой-то, эээ, оптимальный вариант, мне кажется. Вам бы, имело бы, ээээ, смысл, мне кажется, эээ, просто поступать так, как хочется. Это важно. Вывод. Так, как будто бы вы пытаетесь, не знаю, наиболее лучший способ придумать, как, как, как поступить. Ну, по моему мнению, вас здесь обыграют. По моему мнению, вы здесь, ээээ, будете, эээ, ну, в проигрыше. Ээээ, вот, практически всегда. Ээээ, вот, если, ну, славна говоря, если не сказать, эээ, больше. Ээээ, вот. Вот так, я думаю. И можно вам ответить на вопрос. Ну, примерно в таком ключе, да, и примерно в таком контексте я вам ответил. Вот. Эээ, такая история, то есть, то есть, эээ, ну, у меня так вот видится здесь. То есть, не пропитис, эээ, пропитис, эээээ. Оптимальный выход. Ив, эээ, ну, ив страции. Это вас приведёт просто в, ну, в высоту, как мне кажется, если напротив, вы спокойно. Себе разберётесь, вот, если вы спокойно себя поисследуете, если вы поприслушиваетесь к себе, если вы выпустите весь негатив, вот, который у вас есть, на который вы имеете полное право, как мне кажется, вот, то ситуация может быть разрешена достаточно просто. Но, но, тут, не знаю, быть осторожным. Вот. Поспешное принятие решений, именно, вот, поспешное принятие решений может, конечно, повлиять очень-очень негативно. Ну, на вас, вот, может повлиять очень негативно на то, как будут складываться ваши отношения дальнейшие с мужчинами. Вот. Поэтому я бы этого, честно говоря, не хотел для вас. Вот. Поэтому, поэтому я надеюсь, что, вот, ну, надеюсь, что вам, значит, ну, 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 можно ответить таким образом. Надеюсь, что вам это было интереснее. Надеюсь, что вам, вам это было, ну, для вас, чтобы было интересно, для вас была привлека познавательной. Надеюсь, что вам это было, э, полезно. обращайтесь, на мой, по крайней мере, взгляд вам не мешало бы поработать, вам не мешала бы психотерапия хотя бы для того, чтобы просить, вот, ну, как бы, травму, да, определенную, вот, которая у вас имеет место быть, вот, и, соответственно, дальше вам будет легче, дальше вам будет легче. На этом все, я желаю вам удачи, я желаю вам, вам всего самого доброго, вот, удачи, и будем на сайте, вот, будем на сайте, удачи. Удачи! 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 Удачи!